Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валде и мы продолжаем прохождение игры, которая называется Безумный Макс. Ну что же, игра на самом деле реально прикольная, по-моему, и мне пока что всё происходящее на экране очень нравится, надеюсь, что и вам тоже. Ну что же, погнали обратно в убежище. Просто все время поставили на тачку Гарпун и также поставили Нитро. Отлично, по-моему, просто здорово. Так, ну что же, погнали тогда. Так. Также за кадром я чуть-чуть подкрутил ещё настройки графики, выставил на абсолютную ультра, там, в принципе, всё так стояло на ультра, единственное, что разрешение экрана стояло 1200 на 1080 на 24 Гц, я поставил на 59 Гц, на максимум, что было возможно. То есть по идее должно быть ещё качественнее и лучше. Так, хорошо. О, святой, подойди, посмотри на это. Благодаря этим рукам и электромагнитному клапану она ожила, мой нежный ангел возгорания. Что я тебе сказал? Восемь цилиндров, а не шесть. Именно, восемь, волшебное число, мы с тобой добудем вождя. Настоящий бог, объём 429 кубических дюймов, 460 лошадиных сил. На асфальте никто тебя не догонит, ни днём, ни ночью, ты будешь вечно гонять на перегонки вместе с богами. Где он? В Гастауне. Едём туда. Нет, подожди, нельзя просто так взять и поехать в Гастауне. Ангелу нужна броня. Да, времени займёт. Мне понадобится пара... Падальщики! В машину! Погоди, это мой храм! Ёперный театр. Бегом в машину, живо! Офигеть! Ого, да, детка, вот это было эпично. На встречу безумия. Огонь и серый поглотят всё. Вперёд, вперёд! Держись! Это банда помойки, самого жуткого подручного члема. Проклятые варвары, мерзкие падальщики. На тебе в борщ! Ублюдок. Так. Требуется гарпун в чёртвом уровне, интересно ли? А, да, он видишь, не выламывает. То есть надо прокачивать гарпун. Так просто мы колеса не выломаем. Давай, давай! Храм! Его больше нет! Охренеть! Всё погибло! Есть машина! Нужно уходить! Блин, там же собака, как собаке-то быть? Фак! Знаешь, безопасное место, где можно заняться ремонтом. Так, помойка. Я рву слабаков в клочья, я сдираю с них кожу, я ношу их лица, как маски, я снимаю скальпы, да, я выполняю приказы члема, но удовольствие от живой дюрса достаётся только мне. Помойка – один из побежённых члемов. Он славит своей жестокостью и садизмом. Когда члем проиграл бой Максу, он отправил помойку в мёртвый быстрей сеять хаос и захватывать всё, что имеет хоть какую-то ценность. Помойка выполнил приказ с точности. Его парни выстроили настоящую бойню, которая навсегда изменила облик пустоши. Тело помойки покрыто многочисленными шрамами. Часть из них он получил в боях, расстроенный нанёс себе сам в мазохистских приступах. Он часто носит маски из кожи, ссоренные из врагов. От его зубов остались только гнилые острые обломки, выступающие из почерневших дёсен. Помойка, собирая части человеческих тел, украшает себя скальпами и ушами. Он также связает волосы и кожу с лиц врагов и делает из них маски и парики. На поясе он носит комплект шпильцов, хирургических инструментов, и он их использует для сексуальных игр и пыток. Кроме того, у него всегда под рукой два острых ножа с кривыми лезвиями. Помойка – вечный приспешник, который упрячется в тени своего господина, но при этом ухитряется быть ещё более тратительным. Сам он никогда не станет командиром. Почему? Потому что господа рано или поздно всегда погибают, и когда умрет шлем, помойка предложит свои услуги новому хозяину. У Джито с Великой Березны. Можем договориться, если нас не убьют. Не очень-то и безопасно. Есть варианты получше? Светой, у нас нет выбора. Так, погоди, а что у нас такое здесь? Что это за место? Это часть Великой Березны, земля Джито. Как и все здесь, она теперь под ластью шлема. Повсюду его лагеря и патрули. Место поживо 100%? Замечательно. Ох ты, мать твою, приехал! Нихрена себе. На тебе в щи. Вблюдок. Время похавать. Я даже не знаю, что он там вообще ест. Что-то зимний поднял, сожрал. Крыса, что ли, там бегала? Слушай, а тачка, можно на ней прям поехать, получается, да? Мало топлива. Да, смотри-ка ты. Прикольно. Ладно, мне это пока не надо. Надо по идее, наверное, сюда подняться. Что это за шар воздушный? Пустив в пункт воздушной ветки, вы вынесете на карту важные объекты регионы. Сблокируйте этот пункт для быстрого перемещения. Интересно. Короче, типа, вышек. Вот здесь на скриде, что ли, получается, так. Похоже на то. Так. Подняться. Ну, опробуем. Ну, офигеть теперь. Реально на шаре воздушном поднимаемся. Нифига себе, прикольно. И он тоже, слепосимо, работает на бензине. И до декона так лететь, интересно? Или все, может спускаться? А, вот оно что. До катсцены. Открытый регион. Черная утроба. Так. Ну, давай посмотрим, что мы тут имеем интересного. Лагерь с нефтерными насосами очередной. Минимальная сложность. Непрочное пугало. Снайпер. Еще одно непрочное пугало. И еще. Еще одно. Так. Ну, вроде как все. Больше ничего интересного тут я не вижу. Может, конечно, что-то упустили из виду, но, по-моему... Ох, офигеть. Да, храму жестянщика пришел конец явно. Вот еще снайпер. Непрочное пугало. Непрочное пугало. Смертельное кто? Смертельная гонка. И еще один лагерь. С нефтяными насосами. Лагерь главаря. Самые страшные места за пределами Гастална. Такие укрепления защищают нефтяные лагеря от шлема и хорошо храняются как снаружи, так и изнутри. Главаря от шлема очень опасны. Об их визимых местах знают лишь они сами и несколько информаторов, таящихся в пустошах. Постарайтесь узнать информацию, прежде чем вступать в бой с одним из главарей. Видев главаря, вы не только получите новую краску для машины, но и снизите влияние шлема в этом регионе. Прикольно. Так, ладно, понятно. Черная утроба. Вот, собственно, и новые метки открылись. Устранить угрозу в этом регионе, чтобы снизить число патрулей и шлема и получить доступ к новым улучшениям для шедевра. Окей. Давай, пожалуй, спускаться начнем потихонечку. Блин, очень радует оптимизация игры, на самом деле. То есть выполнена реально на просто превосходном уровне. Смотря на то, что она довольно, наверное, требовательная по ресурсам, потому что графон такой очень неплохой тут, да? И то, что стоит все на максимуме, она не то, что не тормозит, она просто летает на моем компьютере. И это круто. Так, покинуть шар. Очередная реликвия прошлого. План прежний. Вариант 5. Снегоход. Мы не станем подыхать с остальными и теми, кто приближается к нашему укрытию, а лично оторву все конечности. Сара. Началось. О да, целая одна единица лома. Здорово. Так, ну и еще одна канистрочка. Я думаю, что нам она может пригодиться. Проехать в крепость Джитта. Так, подожди, а где наша тачка? Это не наша. Какого черта? Эм... А, вон она. Я вот так и не заметил, что особо на фоне сливается. Там все взрывается, взрывается, так хреновина. Так. Ну, давай, пробуем заправить немножко. Ну, видимо, почти полная была, раз он так еще и заправил. Ну, дайтра положим в багажник. Пригодится на будущее. Ну, и в принципе, погнали. Офигенно. Данитры, конечно, сделаны. Что это за убожество? Ну, давай, пробуем с ней немножко повоевать. Почему бы, собственно, и нет. Там вроде как лом нарисован. Наверное, после него много металлолома остается, если его попробовать замочить. Ну, это, блин, и так-то просто сделать. Ох, там как бомбит-то, нифига себе. Блин, сволочь уезжает. Давай. Ну, вот так-то лучше. О-о-о. Правильно, идти лучше в ту сторону. Мехотер по пути будет с тобой. Так, надо как-то, наверное, не в задницу таранить его, а вбок, потому что как-то что-то очень мало урона наносит. Блин, сволочь. Давай, давай. Отлично. Готово. Да, я был прав. Смотри, как много металлолома с ним выпало. А это офигенно вообще. Ох, блин, вообще немерено. Сиди тихо. Так. Хорошо. Очень хорошо. И бензин и еще три канистры. Вообще офигенно. Но бензин у меня пока есть, поэтому, в принципе, мне он сейчас без надобности. Ладно, поехали. Я думаю, что уже в крепость. Посмотрим, кто это такой. Этот джид. Ну, было эпично. О, блин, еще забыл одну штучку взять. Значит, поднимем по-быстрому. Так. Вот так-то лучше. Понеслась. Здорово, старина. Надо попробовать заграпунить его. И с собой покатать на грапуне, наверное, будет весело. Ты же видел пугула, эти металлические чудовища? Они тут везде. Видел, видел. Там была вода, сейчас вернемся. Ох ты, мать твою. Нифига, как тачку закрутило. Так. А, пока нет, там не вода, там какие-то люди идут. Берегись, враги на горизонте. Да я уже ушел, извини, мне не до врагов. Вон они, вижу, да. Едут. Вода, мне нужна вода. Держи. Остальные бежали к воде. Видимо, испугались. Ёперный театр. Дал попить человеку, называется. Вот ублюдок, а ну иди сюда. Ау. Может быть, ты выйдешь и разберемся, как мужчины. Где ты там сидишь? Нереально. О, вышел. Нет, не буду тратить заточку, бью вот так. Он того не стоит. Где чувак, которому нужна была вода? Все, уже ушел. Блин, ладно, хрен с ним. В конце концов, воды у меня не так уж и много. Она мне сама понадобится, я думаю, что... Так, поехали. Хотя вот там вот еще водичка есть. Может было по идее набрать, но пока не вижу там ни зоны, потому что почти полная. Давайте лучше пугало еще одно уничтожить. Опасность повсюду, за каждый дионный враг. Нам нужен дальнобойный орудий, винтовочный ствол, прицел, большой калибр, настоящий дальнобой. Ларж калибр, да? Готово. Готово. А если твой ловкий механик, что-то хочешь сказать, ты можешь его собрать. Если же это найдем детали, я видел разобранные дальнобой. Штука не очень-то сложная. То есть нифига себе, у нас еще и снайперка будет, что ли, в дальнейшем. Это прикольно. Я бы с удовольствием, а то пока что какой-то такой дробовик убудит. У нас снопа это была бы уже реальная вещь. О, там снайпер. Офигенно. Неплохо так я распетлял его по-быстрому. Так, ладно. Едем дальше. Пацаны? Вы уж меня, пожалуйста, извините. Ну, здесь без обид. Ой, вот это плохо. Это очень плохо. Какая-то тачка приехала, даже две. Так, все, варим. У меня машина уже дымится. Пугало мы, собственно, уничтожили. Снайпера тоже. Я думаю, что надо просто валить в крепость. Блин, бутки едут за мной, не остают. Раньше она была меньше. Чуть-то тебя узнает? Может быть, но в этой какой-то стране друзей нет. Добра никто не помнит. Пошли нахрен. Блитки, чертовы. Рывок к славе. Говорит, о чем приехали. Или повыше ты стрелу между глаз. Это я, жестянщик. К тебе взывает мастер изводных ключей и опытный технолий приверженец ангелова сгорания. Хватит. Кто за рулем? Он смотрит в медицине. Боюсь, что нет. Твоя боль останется с тобой надолго. Извини. Но он невероятно талантливый водитель. Да чем мне невероятно талантливый водитель, макака? Прошу тебя. Нам нужно попасть в мертвые пустыни. А все мое добро уничтожили язычники. Нам нужно исцелить эту машину. Если ты позволишь, чтобы поработать его святыми руками и моими черными пальцами, мы оборудуем на отличный гараж, клянусь святым двигателем. Забавно. Впустите их. Это, видимо, и бюджет. Нифига у него такой... Такая форма лица интересная, скажем так. Какие шрамы, вроде бы, он себе сделал. Специальные или было уже? В боях, может, каких-то. Какие-то там шипометрические торчали. Хм пойми что, короче. Владение Джита, крепость. Я так понимаю, это будет наше новое выбирище. Ну что же, неплохо. Эй, талантливый водитель, и как там тебе? Иди сюда. Знаешь, почему я тебя впустил? Интересно узнать. Заключите делку с житом. Это место не из таких, как ты. Я вижу тебя насквозь. Болтай с житом, не со мной. Пошла к черту. Не, он в этой гонке не участвовал. Так что он выходит слабак, мягкобрюхий. Пипец, конечно. Смотрите, что у него с головой, да? Какой трэш. Машина так себе. Ты доверяешь этой обезьяне? Пока да. Но крепость, кстати, так себе. Прикуси язык, не стоит оскорблять хозяина в его собственном доме. Раньше эта земля была наша, и теперь ее захватил кровожадный бандит. Бандит? Члем, острус. Говорит, он подох. Тот распилил ему башку. Да и не допилил, видать. А если так? Я подорву их влияние, а ты дашь нам доступ к гаражу и инструментам. Бум! Неплохая сделка. Если бы это было тебе по силам. А что потом? Гастаун. А ты представляешь, ты передумаешь, когда увидишь пасть. Что за пасть? Ворота на пути Гастал, увидишь, проходи мертвого пустыря. Но пока я еще здесь. Мы договорились? Да. Преусловишь это, ослабишь влияние твоего недобитка. Тоже какой-то конченый а-ля жестянщик. Какие-то все в этой игре конченые. Ну ладно. По крайней мере, у нас теперь есть убежище. Хотя бы временное, оно вовсе же есть. И вот там это я вижу, кстати, инструменты металлолома. И вот там наверху тоже. Блин, пойдем-ка сбегаем по-быстрому. Покажи своему механику заняться машиной. Ему нужно покачать, иначе ты не подтянешь мои условия сделки. А ты не учи меня, как жить, ублюдок. Без тебя разберусь. Подбеги жестянщиком о снайперской винтовке. Вот это, кстати, круто. О, смотрите, лом плюс один, способность с дальностью, что мы покачали. Круто. Так, ну жестянщик, рассказывай. Я договорился с Джитом. Сделай снайперскую винтовку, и тогда мы поедем. У нас дела. Слава небесам! Найди мне детали, и я все сделаю. Понял, святой? А ты помоги мне найти детали, какой-нибудь пусковой механизм. И какой-нибудь пусковой механизм. Ты хочешь пусковой механизм? В клетке валялось старое оружие, посмотри там. Ага. Может, оно пригодится твоей машинке. У нас нет людей, которые могут в этом разобраться. И патронов тоже нет. Слушай, ну спасибо. Не ожидал такой у тебя щедрости. Давай. Давай. Мало это, похоже, конечно, не тарят дальнобоя. Ну ладно, это подойдет. Святой, если у меня что-нибудь, я сразу возьмусь за работу. Да я пока только видел, что-то еще и бегу вверх-вниз. Нам ничего не нужно, мы и так... Подохните сами, короче, и так, да. Так, выберите категорию снайперская винтовка. Лучше в снайперскую винтовку вы увеличите ее скорость при зарядке и объем магазина. Макс у своего спусковой механизма собрал достаточно лома, чтобы устанавливать снайперскую винтовку. Стоимость 40 снайперской винтовки от магазина внутри патрона. О, радость, у нас есть дальнобой, теперь мы сможем издалека брошить венцовый дождь на голову язычников. Готово. Слушай, неплохо. Точно, будешь гасталу, не полюбуйся на сияющего крикуна. Дальнобой установлен и готов к работе, теперь мы им покажем. Покинуть крепость Жита. Ну давай. Давай сюда, испытаем винтовку. Уверен, что она не подведет. Так, получается, снайперка у нас не для Макса, а для машины. Интересно, так, как выбрать ее вниз? Ну, нифига, прикольно. Прицельный выстрел. ЛБ плюс РТ. Блин, тратит драгоценный патрон. Дерьмо, ну ладно, да, пробуем. Лучший армал, неплохой баланс. Мои пальцы направляют в божественная сила. Отлучен. И отлучен. Неплохо. Иначе складная. Прикольно вообще, в общем, прикольно реализована. Мы идем в проход мертвого пустыря. Впасть на разведку. Ну-ка, пробуем отсюда прыгнуть. Офигенно. Она взлетела. Ну да. Типа того. Это было эпично. Так, ладно. Осторожно, святой. Не атаковать лагерь в лоб. Да мы, собственно, не атакуем. Так, мим проезжаем. Вот этих парней, пожалуй, можно было атаковать. Охраня машину. Убийство в землю. Жестоко. Жалко только не выполнить никакого лома. А остальное мне, в принципе, не так уж и нужно. Пошел к черту. Так, валим, валим. Тут какая-то жесткая тачка приехала. Ай. Нахрен иди. Так, подожди, дверь. Давай дверь. Дверь. Ну, отлично. Ну-ка, подожди теперь. А, как он-то изряжается. Понял. Давай вторую дверь. Ты пойдешь со мной, ублюдок. Вот так вот. Отлично. Просто великолепная работа. Ух, улетел. Прикольно. Так, там какой-то щедреный лагерь, наверное, опасный. Лучше мимо проехать спокойно. А наружу маршрут конвоя. Колея черная от резины и пролитой нефти. От маршрут конвоя в члема. Угу. Понял. Лагерь пойдет по тревоге. По местным пера стреляют уже по машине, по-моему. Это не есть хорошо. Так, а что у нас такое здесь? О, блин, тачка горит. Ну, кажется, пускай ее подлатает, а я посмотрю, что это такое. Что это и где это? Где-то прямо здесь должно быть, по идее. Ну, я пока нещу... А, вот. Вижу. Поговорить. Ну да, поговорим. Только не убивай меня, я сдаюсь. Пулеметы будут начать пасть до последнего. Если хочешь жить, стреляй первым. Союзные лагеря добыли лома 20. О, здорово. Ну, в общем, это просто какая-то подсказка, я так понимаю, да? То есть вот она нам нужна, она нам говорит, типа, хочет жить, стреляй первым. Ну, окей. Я учту, спасибо большое. За подсказку. Так, давайте проверим, приедет ли жестянщик, если я сделаю так. Эй, говорит, машину. А, даже не пришлось стрелять, то есть, видимо, поблизости, потому что находился бы дальше, то пришлось бы, наверное, выстрелять уже, да? Меня только не задают, блюдок. А вот и я. Да, забавный-то, конечно, типок. Очень забавный. Жестянщик. Так, очередное пугало. Давайте пробуем заварить его. Ах ты, твою мать, проехала мимо. Не получилось. Ладно, не беда. Ну, а то получилось вот так. Она, говорит, падает. Она уже упала, чувак. Так, раз. И, собственно, давай два. Готово. Девять лома, конечно, немного, но по крупице мы так собираем нас, довольно уже большое количество. Нас собирали так тратить пока что, особо не на что. Но я думаю, что в дальнейшем нам собранный лом явно пригодится. Потому что, видите, вот там еще улучшение будет. Что для машины, что для Макса. Вообще прикольно, что игра на прокачку богата, на самом деле. Машина может прокачивать и персонажей, и плюс еще навыки дополнительные. Так, смотрим, что мы тут имеем. Снайпер на вышке. Впереди дальнобои. Тут не переводит, но он сказал, что укройся пока в машину, я пробую убить его с снайперской винтовкой, типа. Так, ЛБ. Далековато, конечно, он стоит. Ну, ладно, попробуем. Аккуратненько попасть ему в башку прямо. Готов, родной. О, твою мать, там еще один, походу, дело. Огорел красным загорелся, видите? Да, там еще один. Твою мать, промазал. Вот это хреново дело. А, а вот он попал. Надо торопиться, пока он не перезиделся. Давай, 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 давай. Отлично. Все, быстрее под крышу, там безопаснее. Хорошо. Два трупа, три выстрела. Конечно, не очень. Могло быть и лучше, но ладно, пойдет. Для первого времени. Так, ну что ж, кажется, приехали. Почему спитеров-то нет? Куда они исчезли? Он говорит, останьтесь пока здесь, чтобы смотреть. Говорит, хорошо, так возвращайся скорее обратно. Что ты сделал, Макс? Боже мой. Зачем ты туда упал? Да что бы тебя подкинуло, господи. Знаете, что непривычно, что здесь нужно не просто кнопку нажал, типа и все, он лезет, а зажал. То есть нужно зажать ее, чтобы в машину садиться, чтобы поднимать вещи, чтобы, собственно, залазить куда-то. Нужно именно зажимать, даже здесь нужно зажимать. И к этому пока я не привык, поэтому иногда фейлю. Что это за место вообще? Проход мертвого пустыря. В местах поживо можно найти полезные предметы, например, вот так, понятно. Реквей прошлого одна и пять лома. Неплохо. Давай смотреть-то, где тут может быть лом. Здесь нифига. Здесь, кажется, тоже, а то слышу голоса. Потрошки. Потрошки, это замечательно. Давайте попьем, пожалуй, раз там были враги, значит, на некачество нам будет, боже мой, не та кнопка, нам будет немного больно, поэтому лучше, наверное, попить чуть-чуть хотя бы. Не на полную, а так где-то вот примерно оставим. О, нифига со щитом. Ох ты, еперный театр. Не надо было с тобой в лоб-лоб. Я тебя понял. Без проблем. На тебе в борщ. Щит можно просто сломать, оказывается, его. Блин, больно бьет, сволочь. Готово. На тебе. Оружие. Трофей. Хорошо. Опа. Понеслась. Идеальное парирование. На, просто в борщ. Жестко, конечно, жестко. Такой хреновиной по щам получить, я думаю, мало не покажется. Еще одно идеальное парирование. И, собственно, убийство оружием. Хорошо. И немножко трофейчиков. Так, давайте смотрим окрестности, например, наличие лома. Тут же по-любому где-то он должен. Еперный театр. Фу, что это за песец? Охренеть. Вот это трэш. Так, пока не вижу ни лома, ничего такого. Ну, давайте не будем торопиться. Вот, отлично. Так, мне надо поидеть выше, поэтому пока можем побегать снизу, посмотреть, что есть вокруг. В округе есть интересного. Например, чувак, смотрящий в пустоту. Мертвый чувак. У них, видимо, кухня была, да, и, судя по мангалу, поэтому и кровать он ставит. Какого же стянщика была такая же. Ладежанка. Ну, реликвия прошлого в сортире. Это же сортирник такой, видимо, да? Так, Зельда, это твой дедушка Хэнк. Мне жаль, что ты его никогда не видела. Он знал много веселых баек. Не знаю, чем папа занимался в 60-х. Говорили, что все это большой секрет. Он работал на правительство, а пять лет назад исчез, когда выполнил задание в одной из восточных стран. Так грустно. Эти вводи нас уничтожают. Блин, какого хрена они переводят-то? Подожди. Пауза. Параметры. Субтитры. Субтитры. Даль, господи, боже, подожди. А, не то. Так, параметры. Субтитры. Да. Ну, по идее, включено все правильно. Фу, какой трэш. Мерзость. Просто мерзость. О, водичка. Вот это очень хорошо. По этому поводу даже можно выкинуть свою дубину. Давайте попьем, а потом еще запасы. Да, опять на эту кнопку заполним до конца. Как ты люто пьешь, интересно. Так, хорошо. Теперь наполним флягу остатками воды. Там же наверняка еще кое-что осталось, да? Немножко еще есть. Почти полная. Ну, что же, здорово, друзья. Ну, на этом, давайте, предлагаю, пожалуй, закончить. А в следующей серии уже продолжить осматривать окрестности этого лагеря вместе с вами. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки. Не забывайте про комментарии. Ну, и, конечно, спасибо вам большое за просмотр. И, собственно, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok